Киборг-убийца По сути, люди готовы становиться киборгами, биологическими организмами, содержащими механические или электронные компоненты. Но готова ли к этому наука? Постепенно, потихоньку общество переходит к так называемым роботизированным протезам. То есть это специальные системы, которые по сути позволяют упростить жизнь человека, автоматизировав часть процессов, связанных с его движением, с физическими нагрузками. На данный момент, да и возможно в будущем тоже с помощью подобных улучшений можно будет лишь восстановить какие-то части своего тела, но и модифицировать их. Однако полная замена мозга на механический с последующим копированием человеческой памяти и сознания пока не представляется возможной. Мы слабо представляем себе, как работает человеческий разум, а значит не можем его воспроизвести. Чем мы отличаемся от машины? У нас есть сознание. И если говорить о искусственном головном мозге, то мы исключаем и личное бессознательное, и коллективное бессознательное, и сознание. Поэтому, на мой взгляд, создать искусственно мозг, искусственный интеллект невозможно. А готово ли сейчас общество к таким переменам? Ведь киберк – это гибрид машины и организма, создание социальной реальности и вместе с тем порождение фантазии. Речь идет не только о том, что человеческое тело изменится благодаря новым технологиям, вместе с ним модифицируется и образ мышления. Это что-то, что приближает нас уже к компьютеру и отдаляет от человеческой сущности. Здесь уже речь идет о более закрытом типе и ориентированном именно на полезность для общества, полезность для себя. Еще не до конца понятно, когда же наступит киберпанк, который на странице своих книг создал Гибсон и Стерлинг. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что когда другие фантасты считали, что нас ожидает золотой век, тоталитарная антиутопия или массовое вымирание, авторы киберпанка поняли, что жизнь будет продолжаться и становиться только более разнообразной. И эта доля реализма объясняет ощущение, что мы уже оказались на страницах их книг. Или это не так? Диана Шилова, Ленаб Довлесьяров, Универ Ньюс.